В этот день, 6 февраля 1722 года, по указу Петра I введена табель о рангах. Теперь всякий чиновник военной империи получал свое место в иерархии из 15 классов. 6 февраля 1900 года инженером Александром Поповым впервые в мире был передан сигнал бедствия по радио. Это сообщение помогло спасти целых 50 рыбаков, которых унесло в открытое море на льдине. В этот день родились Василий Сафонов, дирижер, известный педагог Московской консерватории, Николай Зелинский, знаменитый химик-органик, также известный как изобретатель противогаза. Забыть то, что я видела и испытала в эти жуткие дни, невозможно. В поля ржи, смотришь, местами рожь примята, подъезжаешь. Лежит человек, лицо буро-красное, дышит тяжело. Поднимем, кладем в повозку, он еще разговаривает. Привезли в лагерь, мертвый. Привезли первую партию, едем снова. Отряд работает день и ночь, госпиталь переполнен. Я ничего не испытала более страшного, бесчеловечного в своей жизни, как отравление этим смертельным ядом сотен тысяч людей. Бежать некуда, он проникает всюду. Эти щемящую душу воспоминания оставила Александра Толстая, любимая дочь великого писателя Льва Николаевича. Осенью 15-го года под Сморгонию в Белоруссии она стала свидетельницей немецкой газовой атаки. На глубину в 30 километров было травлено все. И это там, среди ветеранов, пошла присказка «Кто под Сморгонию не бывал, тот войны не видал». Надежно обезопасить себя от отравляющих веществ тогда еще не умели. Гибли целыми полками. Но уже летом 16-го года под той же Сморгонию под газовую волну попадет офицер и будущий писатель Михаил Зощенко. А вот он выживет. Он вовремя наденет противогаз. И так его спасет изобретение одного кабинетного ученого, химика-органика Николая Зелинского. По линии матери Николай Дмитриевич был потомком одного турецкого мальчонки, который оказался среди русских пленных в 1790 году после знаменитого штурма Измаила войсками Суворова. Как будто в честь своего турецкого предка великий химик почти никогда не снимал что-то вроде темной фески. Но, конечно, это была не феска, а шелковая профессорская шапочка. Николай Зелинский рано понял, что свяжет жизнь с химией. В пору его юности в 1880-е годы эта наука переживала бум. Только-только люди научились синтезировать сложные углеродные соединения. Зелинский окажется на острие открытий в области катализа. В сферу его интересов пойдет работа с нефтью, углем, он создаст массу новых веществ. Эта история произошла с ним в пору юности. Он проходил стажировку в Германии. И вот однажды, как вспоминал ученый, идя по пути такого синтеза мной, приготовлен был промежуточный продукт. Дихлор диэтилсульфид, оказавшийся сильным ядом, от которого я жестоко пострадал, получив ожоги рук и тела. Зелинский на несколько месяцев выпал из процесса, лечился от отравления. Он тогда и понятия не имел, что синтезировал вещество, которое используют в войне немцы. Его назовут ипритом. В апреле 1915 года им будут травить англичан и французов, а месяц спустя и русских. И тогда Зелинскому предстоит еще и найти эффективное противоядие от этого монстра. Довольно долго боюющие в Первой мировой стороны находились в растерянности. Ведь все, включая Россию, наладили выпуск всевозможных марлевых повязок. Их пропитывали веществами, которые химически нейтрализовывали немецкий газ. Однако противник стал применять другие яды. И что же теперь делать? Все пропало? Нужна была какая-то универсальная защита. Лучше всего задачу решил противогаз модели Зелинского Куманта. Кумант – это инженер, который придумал характерную резиновую маску. А Зелинский разработал начинку для фильтра. Ею оказался древесный уголь. К слову, союзники, которые разрабатывали крайне мудреные системы защиты, не поверили, что русские сделали ставку на то, что простой активированный уголь будет абсорбировать, впитывать буквально все отравляющие вещества. Они взяли противогазы на анализ, а вскоре во всем убедившись, наладили и у себя миллионы тиражей масок Зелинского Куманта. Инженер Кумант с каждого противогаза получал по 50 копеек гонорара. Учитывая колоссальный выпуск, вскоре он стал богат. Зелинский же патентовать свою часть изобретения отказался. Он хотел, чтобы противогаз был как можно более дешевым и доступным. Кстати, первый образец маски, по словам его сына Андрея Зелинского, профессор испытал на себе. Великий ученый, великий человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова